За день до отчета Сыдника я был на приеме в посольстве двух стран, которые организовали совместно, европейских стран, прием. И там было огромное количество дипломатов украинских, украинских и западных, прежде всего, прошу прощения, экспертов. Я был на приеме в стране, которая входит в Европейский Союз. Не хочет она зваться Украиной? И два вопроса, которые волновали наших западных партнеров. Вот в кулуарах, неофициальных разговоров, они все задали такой вопрос. Андрей, кто будет президентом? Я говорю, я не знаю. И второй вопрос, какой будущая антикоррупционная система? Я говорю, ну она же создана, она работает кое-как. При этом я туда включаю все, не только Сытника, и Холодницкого, и прокурора нашего генерального Луценко и так далее. И антикоррупционные суды кищенностворены? Вот это интересный момент. И я пытался понять, как адвокат, когда этот суд будет создан. Я сейчас прикинул, прикидываю, сижу и понимаю, что он, в принципе, в этом году уже никак не может заработать. Ну, в начале следующего года такие там неофициальные прогнозы вы давали в нашем эфире. Реально, да, реально. Но начало года я тоже думаю, что оно не заработает. Почему? Потому что март выборы. Ну, кто будет запускать антикоррупционный суд накануне? Это может создать серьезные проблемы даже для власти. Почему? Он же сразу, одночасно, так начнет выносить выруки. Я не исключаю, что вся антикоррупционная система, она тоже может привлекать к ответственности не только людей, которые традиционно оппозиционные, а и представители власти. Андрей, как вам такой сценарий? Ну, владею же нужно какой-то там свои рейтинги подвищивать. Суд починает працювати у сечни, уже там за лютин, за початок березня. Ни резонансные справы, величезненные поповнение держбюджету, коштами, який был незаконный способ нажить, и вот, власне, эти сбытки, которые были завданы державе, зараз в финансовых, в коштах повертаются до бюджета. Это реалистично или нет? Я думаю, что возвращение денег нереалистично, а вот давление на отдельных представителей власти, приспособление оппозиции, то прежде всего, оно реально. Вот тут интересный момент, я прошу обратить на это внимание, по поводу представлений на Вилкова, Вилкула и Колесникова, которые будут, по-моему, рассматриваться завтра, если не ошибаюсь, регламентным комитетом, потому что по Дунаеву уже рассмотрел регламентный комитет. Вот смотрите, какая ситуация складывается. Сейчас носят эти представления. Не имеет значения, там, имеет шанс Вилкул на победу в президентских выборах, это все такое формальные моменты. Он бизнесмен еще солен. Но в любом случае, сейчас другие фракции, в том числе Батьковщина и Радикальная партия, сидят и думают, а как же будут голосовать? А голосовать нам нужно вообще или нет за это представление? И какие шансы? Поскольку, насколько я знаю, и в отношении Масичука, и в отношении Ляшка тоже есть какие-то представления с генеральной прокуратурой. Я не исключаю, что и в отношении представителей Батьковщины могут быть. Поэтому не факт, что эти представления, которые сейчас сделаны, по политическим соображениям, еще раз подчеркну, почему политические, потому что в отношении Вилкула уже вносилось представление, по-моему, полгода назад, их может парламент не поддержать. И вот эти вот представления, которые будут и по коррупционным вопросам, и со стороны других каких-то органов, они могут все до марта просто заглохнуть в парламенте. Не факт, что парламент будет за него голосовать, но, по крайней мере, большинство. Поэтому наша антикоррупционная система, которая должна быть, я не сторонник того, что ее нужно ликвидировать, она должна быть, она стала заложником политической ситуации в нашей стране, где фактически те или иные органы влияют на ситуацию. Что касается Сытника, он очень интересен. Слушайте, он так же законодавство прописывал, чтобы на них никто не впливал, чтобы они могли якісно выполнить. На то законодавство ухвалили? Нет, законодавство. Что, первую отставку не можете вставить? Да, кстати, я всегда об этом говорил у вас в телеканале. Я считаю, что в отставку должны уйти все трое. А как? А как он и придут, Андрей? И Сытник, и Луценко в том числе. Сами не хотят, а Холодницкого юридически практически нереально убрать с должности, поскольку там всего два основания по законодательству. Первое, это когда проводится независимый аудит. Я не знаю, когда он там закончится, когда он будет. И второй, это возбуждение уголовного дела в отношении Сытника. Но этим нужно заниматься СБУ МВД, это тоже нереально. Получается, у нас тут патовая ситуация. Но Сытник интересные данные озвучил. Он сказал, что, по-моему, более 160 дел всего, которые были направлены в суд, ну, и сейчас в следствии и в суде, по которым нет ни одного фактически решения судебного органа. То есть, они свою работу делают, а вот дальше все, все ступрится. Ну, я думаю, что мы еще много всего интересного увидим. И будет еще очень много громких дел. Не только представители будут затрагивать оппозиции, и власти, и исполнительных органов власти. А антикоррупционные органы начинают какие-то справки? Они заявляют отношения? Между собой нет? Да. Ну, а как, 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 как можно, какое-то спросование? Просто Сытник говорил про то, что заблокована работа, потому что... А это вопрос к ним же, самим этим руководителям. Они должны уходить в отставку. Пусть западные партнеры видят все, весь этот бардак. А что за хитин партнеры взагалі говорят про то, что они шинювали? Там, певне, какие-то, навіть, грантовые кошты были под это? Так, чи нет? Ну, не грантовые, по-моему, это официальные были деньги, выделялись на создание нацполиции. Не шкодуют? Мне кажется, они сейчас будут смотреть до выборов всю эту ситуацию, анализировать, кто как будет использовать соответствующую конъюнктуру в своих интересах, и делать выводы. Но они не будут прямо вмешиваться и говорить, Боже, что вы делаете, не надо. Я думаю, что прямого нет. Они создали систему, так, как они делали в Румынии. Румыни избрали руководство соответствующих органов, инстанции, а дальше уже все идет по соответствующему течению. Поэтому и нас сделали, создали условия. Почему в Румынии результаты у нас пока? В Румынии результаты были не... В Румынии результаты пришли не сразу. Но пришли так же, мы это с вами анализовали в эфире, лишь когда остальная учительница НАБУ заступила на эту посаду. В Румынии они привели к тому, что органы антикоррупционные в Румынии сами стали объектом политизации. И они стали объектом борьбы между президентом и премьер-министром. И весь скандал, который произошел в Румынии, и происходит уже более года, он стал из-за того, что кто-то хотел влиять на руководителей антикоррупционных органов. И кто-то начал обвинять президента Клауса Юханеса в том, что он такой плохой, сякой. И фактически эти органы стали заложниками такой же политической ситуации, как и в Украине. Поэтому я боюсь, чтобы антикоррупционная система не развалилась из-за политической составляющей борьбы между разными фракциями, политическими партиями.